Восвятая служба информации телерадою компании Гомель, у студы Наталья Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня Международный день пожилых людей. Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, ее назначается с 1991 года. У Гомельской области до этой категории относятся каля 300 тысяч человек, тямаль 13% от агульной колькости насельництва. При этом больше, как 22 тысячи жихаров в области находятся во взросле свыше 85 годов. 100-годовую мяжу перешли 63 человеки, среди которых только 10 – мужчины. Для поддержки со старелых зараз на Гомельщине реализуется комплексная программа, якая продуглеживая оказание допомоги по розных накерунках. Только в этом году им выдатковано больше, как 2 миллиарда рублей на рамонт пяшного оттепления и электропроводки. А так само оказана материальная допомога с Фонда социальной обороны у померы 5,5 миллиарда рублей. Что месячно на выплату пенсии с бюджету выдатковывается 1 триллион 180 миллиардов. Хоть стольки финансовыми сродками клопот, об со старелых не обмяжевывается. Для притягнения уваги до их проблем, сегодня на Гомельщине запланованы шерах доброчинных акций. И самое главное для них это увидеть то, что они когда-то делали, начинали, что оно получило соответствующее развитие. И общество, и государство уделяют на эти вопросы соответствующее внимание и требования. Поэтому я считаю, что это нужно делать, потому что, все-таки, как мы видим, изначально я сказал, это немалый процент населения. Значит, на сегодняшний день, вот именно пожилого возраста у нас более 13%. У рамках мероприемства Международного дня пожилых людей сегодня керавники Комитета по праце занятостей социальной обороны Гомельщиках Абл-Выконкама проведут промые телефонные линии. У приватности на пытань Нижихару региона с 9 до 10 годин откажет первый наместник старшины Комитета Александр Копытков. Номер телефона 75-61-64. И у протяг темы. З нагоды свята представники Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения Белая Русь завитали с подарунками у областный клиничный шпиталь инвалидов Айчинной войны. Зараз тут на лечении находится больше, как 70 ветеранов. Под часу встречи с працеунным коллективом шпиталя наместник старшины областной организации Республиканского громадского объединения Белая Русь Наталья Мамрукова пожедала пациентам и медперсоналу установы моцного здоровья и бадюрости духу. У якости подарунка гости привезли с собой 150 новых наборов пригожего фарфорового посуду. Дарыч, и Гомельский областный клиничный шпиталь инвалидов Айчинной войны представники громадского объединения Белая Русь наведывают регулярно. Яны мкнутся максимально проявлять до ветеранов свой клопот и увагу. Ладзить для них цікавые концертные программы, робить подарунки и приемные сюрпризы. Нам, как потомкам наших ветеранов, нужно ждать прошлое, потому что без прошлого нет настоящего. Тем более ветераны выстояли в такую сложную пору, в Великую Отечественную войну. И после Великой Отечественной войны восстанавливали нашу страну. И благодаря им, собственно говоря, мы живем в такой замечательной и прекрасной стране. Живем под мирным небом. Поэтому хочется таким небольшим подарком еще раз их поблагодарить за то, что они сделали для нас. Миссия международных назиральников от АБСЕ сустрелася с членами Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Баки обмерковали некоторые пытания проведения выборчай кампании в регионе у тымлику на территориях, які потерпели у вынику Чарнобыльской авары. Что цекавець международных назиральников и чем зараз займаются выборчай комиссии? Даведаўся Олексин Цюроу. На початку сустречі международных назиральников и членов областной выборчай комиссии агульная информация. Сегодня на Гомчине працуюць 26 территориальных и 1070 участковых комиссий, в составе яких крыху больше 11 тысяч человек. Задача зараз – створить для усіх кандыдатов ровные умовы для агитации. Только у Гомель для гэтых бэд вызначаны 20 помешканў для сустреч с выборчаками и 10 пляцовок для организации митингов и пікетов. Плюс больше 100 мест для размещения плакатов и листовок. Тут головная умова – доступность для людей на тых же припинках громадского транспорта, наприклад. По информации областной выборчай комиссии, зараз на территории региона больше-меньш активную агитацию проводить трое из четырех кандыдатов у президенты. Наиболее активно сегодня проводят, конечно, агитационную работу доверенные лица действующая президента Республики Беларусь – Лукашенко Александра Григорьевича. Встречу пікеты проводят доверенные лица – Короткевич Татьяны Николаевны, Гэдукевича Сергея Васильевича. Что-то цица выборчих участков, то уже сёня практически усеяны, готовые до початку попередника голосования. Завешана проверка списов выборчаков, людям накерованы отповедные запрашением. Правда, поколь на самих участках не жматлюдна, некто знаходится на своих основных працонных местах, некто – на учёбе. Немаловажный элемент подрахтовки до выборов – проведение тренингов с членами участковых выборчих комиссий. Причём, коли ранее на их у основном выучали законодавство, то зараз это больше деловые гульни за моделированием усих ситуаций, які могут узникнуть подчас голосования. Членам миссии международных наглядальников от АБСЕ цикавить усё. Каким чином можно будет трапить на участки, размещенные на территории войсковых частей? Какие политичные парты вылучили своих представников у состав выборчих комиссий? Каким чином будет организовано голосование на потерпелых территориях, где проживают так званые самосёлы? И одночасовые парады на штат размещения списов выборчаков не только на участках, а и на сайтах территориальных комиссий. До речи контролировать ход выборчей кампании на Гомичине будут 4850 так званых внутренних надзиральников и некolкоги международных миссий. Наши наблюдатели, они у вас постоянно работают. Мы очень серьёзно наблюдаем факты. И все эти факты мы будем их написать в конечном итоге после выборов. В Ельском районе отбылась 12-я сессия Гомельского областного совета депутатов. У её приняли в дел члены Совета Республики и депутаты национального схода, старшини районных советов депутатов. Удельники обмерковали рациональные и эффективные подыходы у выкористания земельных ресурсов региона. А в конструктивных пропоновах материал Дмитрия Котова. Головная мета работы по доброму парадкованию «Знайсти господара кожного квадратного метра земли, якая не выкористовывается, кабу будущим яна приносила экономичный прибыток». У вёсцы-палавки Млыноцкого сельсовета на дадзіный момент проживая у сего 14 человек. Засталося шмат закинутых будынков и пустозелля. Однако становище, якое назиралося летость, худко выправили. А кроме того, что полностью навели парадок, поспели отрымать с этой земли первый уроджай. Активная работа протягивается зараз и у остальных вёсках. За этот год у нас было снесено 113 домовладений. И вся земля буквально до гектара передана. Получается, 57 гектаров передали в земли сельхозоборота и 13 гектаров в лесхоз. И вы прекрасно можете увидеть, что сегодня земли обработаны. Вот этой земли уже был собран урожай. Урожай, считаю, для первого года неплохой. У Логули за прошлые 4 годы в Ельском районе было снесено амаль 1300 закинутых домов. Земля, где находились будинки, долгий час не пустовала. Амаль одразу яна была передадена у господарший оборот. Сельхазпродприемством Альбо Лесгасом. Прежде чем производить снос в населенных пунктах, мы определяем земли, которые освободятся после сноса, куда их. То ли в лесное хозяйство, то ли в сельскохозяйство. Если земля подородная, то, конечно, мы отдаем в первую очередь в сельхозпроизводство. Ну а где пески, как говорят, неудобицы, мы решаем и отдаем, конечно, в лесное хозяйство, так как лес растет даже сосна на песках. Цель наша общая заключается в том, чтобы мы объединили все свои усилия, как власть, так и наше население, в деле наведения и поддержания порядка. Земля должна приносить пользу, в чем бы она ни заключалась, будь то экономика, будь то какие-то социальные моменты. За пушные два года у сельхозпроизводства в области было передадено больше за 40 тысяч гектаров земли. Проведение выездной сессии на территории Ельского района – добрая махчимость на практице ознайомиться с работой, якая проводится по добропорадкованне и поделиться своим опытом. И когда компетентные особи объединивают свои намагания, это значительно спрощает выращение огульной задачи. Самая главная цель, чтобы люди, которые проживают, в том числе в глубинке, чувствовали себя комфортно. Поэтому я уверен, что сегодня сессия удалась. Много увидели, я отобщался со своими коллегами, с депутатами областными, с районными. И вот вижу то, что польза от этого очевидна. Люди что-то подчеркнули для себя, что-то извлекли, какие-то, может быть, моменты, которые потом в дальнейшей своей практической работе будут применять. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, отель и радиокомпания «Гомель», Ельский район. Сегодня у Гомеля стартует восиньский месячник по озеленению. У делу им приймуть коллективы, организации и предприемства, у школьники, студенты и все жадающие. Ци отповедают, у целых областных центров нормам озеленения, какие частки города потребуют массовой посадки древ и до чего приводить по ширине улиц. Отказы на это и иншее питание шукала Ганна Ковалева. Спробу вырешить одну проблему часом приводить до новых пытаний, отказы на якея еще по трабой изнайсти. Так, по ширине улицы Кирова потягнула за собой в отдалении больше за сотню древ. Каля половы перенесена в иншее место. На взамен знесенных высадят каля 500 новых рослин. Однако по ширине проездной частки не дозволит зарабить гэто в полном объеме уздушь центральной дороги. Разглядается вариант посадки древ у дворах. А лишь и гэто склада на земле тут просякнута коммуникациями. По этой же причине самовольная посадка навод одного древа повинна быть обовязковым парадку, сгоднена с коммунальными службами. Мы каждую посадку все согласуем, где какое дерево будет садиться, где какая порода. Ну, в условиях, конечно, города, лучше всего к загазованности, к солям, которые сыпят на дороге, лучше всего выносит клен на сегодняшний день. Подчас брифингу гомельским горвыконками особливую увагу звернули на пытание законности выдаления насаджения. Першим с нести древа проводится яхооценка, усталевывается ступень драхлости, а заключение узгодняется с усими затекавленными. Утымлик уз инспекции природных ресурсов и аховы новокольных осяродзе. Уровень зелененности у нас сегодня в городе составляет примерно 25%. То есть, как бы то, что по генплану предусматривается до 2020 года до 50% зелененности, на сегодняшний день цифра у нас, в общем-то, наполовину. Реконструкция тепловых сеток на бульвары Перамоги так само провела до выдаления древ. Пять з них было пересаджено у иншей местцы. Новые обличия местовые жахары усприняли хворовита. Однако усе посадки будут компенсованы у полным объеме. У планах так само массовое озеленение районов новых жилых забудов по улицах Чачерска, Свирыдова и Макайонка. Ганна Ковалева, Сергей Климович, 4-й радиокомпания «Гомель». У Гомельской областной библиотецы прайшоу областный этап открытых дебатов «Выбирай, бивай». На протягу трех месяцев молодзю розных кутках Гомельщины обмерковывал актуальные темы. На передфинальной дискуссии спрачалися. Ци саправды праца – галоны складник добробыту белорусского народа. Так гэта цине разбиралися две сборные областные команды. В подразнении от попередних этапов незнаемым помеж собой юнакам прайшлося шукать одинное меркование. Удельники признаются – спрэчек не было. Методом диалектики они досягнули и дейного компромиссу. Мы сами выбираем себе профессии. И если мы сами ее выбираем, то мы выбираем то, что нам нравится. Следовательно, мы можем делать эту работу качественно. А если мы будем делать свою работу качественно, то мы сэкономим и свое время, и деньги. И труд не будет трудом, труд будет с радостью. Такий пункт гледжения представили обе две команды на самопрезентации. По другим этапе они задавали свои питания соперникам. А у третьим – больш перакана уча изъяднана на питание экспертов отказала команда «Мы разом». Менавіта, это молодые люди и лучшие активисты на наступном тыдне отправятся у Минск на заключный этап дебатов. До речи, дайсцей до республиканского узройню уже далекаля 2000 юнаков и девочат. Менавіта, столько молодых людей приняли у делу в открытых дебатах на Гомельщине. И это была пошня информация о выпуске. Добрых вам новинов и до новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова